А вот как праздновали 9 мая в краевой столице раньше? Об этом узнаете в следующем сюжете. 20 лет затишья. Первый парад Победы, тот самый, когда на брусчатку Красной площади падали знамена поверженного врага, прошел в июне 1945-го. А затем два десятилетия День Победы был простым рабочим днем в календаре. Без манифестаций, без митингов, высшее руководство все силы направило на то, чтобы восстановить страну после войны. Однако участники Великой Отечественной в этот день собирались вместе, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с поля боя. Обычно наше руководство где-то собирало ветеранов, где-то в каком-то клубе, в Доме культуры или еще. Отмечалось постоянно, естественно, не забывали. А потому что не было такого места, где бы собрать. Семейного праздника уже я помню, что хорошо, когда открыли вот этот мемориал около вокзала. Что там всегда творилось, сколько было народу. 1965 год. Юбилейный для победы в Великой Отечественной войне. В Москве проходит первый парад. А 9 мая официально признается праздничным. Это и стало отправной точкой. По всей стране, в селах и городах отмечают День Победы. В Арнауле фронтовики собираются на Площади Свободы. Мы здесь вспоминали военные годы, рассказывали о пережитом, о том, кто и где встретил победу. Сергей Иванович Тихомиров в Великую Отечественную войну сражался в составе 51-й армии. По Сталинградам был контужен. О победе узнал в австрийском городке Граце. И встретились с английскими войсками. И в это время был подписан акт о капитуляции Гитлера. И в этом городе мы в Граце стояли, ну, наверное, еще недели, две или три. А потом из Граца уже напрямую шли в Венгрию, из Венгрии, Румынию. А в 1971 году на месте бывшего клуба железнодорожников, который находился на привокзальной площади, открывают мемориал славы. Место символичное. Отсюда на фронт отправлялись поезда с призывниками. Несмотря на непогоду, в день открытия сюда пришли тысячи людей. А в советское время празднование было такое масштабное, с участием школьников. Ребятишки были одеты белые сорочки, брючки и юбочки, да. Ну, конечно, галстуки пионерские. А тут валит снег. И, собственно, все остальное народонаселение Барнаула, тогда это называлось Болоневый плащ. Такой тончайший плащ. Холодно было очень. Но, тем не менее, атмосфера была, конечно, торжественная. Так же, как и 46 лет назад, каждый год, 9 мая, на мемориал славы приходят тысячи барнаульцев и жители Алтайского края. Разные поколения, но с общей судьбой. Приходят, чтобы вспомнить героев. Героев нашей победы. Антон Скаль, Дмитрий Будков, Анатолий Фукс. Новости. Новости.